Удачно ли прошло открытие Grand Roleplay в GTA V неизвестно, однако об этом вы сможете узнать, если досмотрите данный видеоролик до самого конца. Но вы же все знаете то, как это обычно происходит. 90% роликов я досматриваю до конца, ну может быть 85, а остальные 15-20, это уж извините, куда деваться. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Однако, давайте перед всем этим я вам напомню про своего самого генерального спонсора из всех возможных. Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Coder, по которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телекрам-канал, подписавшись на который вы сможете узнавать большое количество информации, которые не публикуются больше нигде. Только в моем телекрам-канале по ссылочке в описании вы сможете все это благополучно узнать. А теперь давайте уже непосредственно к самой новости вам перейдем. И я хочу сказать, что данный ролик постарается быть максимально без воды. Вот настолько, насколько это возможно, данный видеоролик будет без воды. Поэтому давайте уже начнем. Начать, наверное, нужно с того, что... Откуда вообще я знаю про Grand Roleplay? Ну, вы знаете, Grand Roleplay это проект такой, знаете ли, с не особо однозначной историей. Вот в одном моменте они вроде делают какую-то революционную систему семей, а в другом моменте открывают сервер под руководством рулев Play, который впоследствии остается единственным, если там нету еще каких-то дополнительных серверов, сервером Grand Roleplay. И это выходит достаточно странно для большого количества олдовых игроков данного проекта. Однако сейчас существует только один сервер в Grand Roleplay. Также, что стоит отметить? То, что теперь сайт, вот это, знаете ли, официальный Grand RP SU разделен на два таких, знаете ли, блокадных города. Ладно, сравнение или параллель, она не особо правильная, но давайте не будем обо всем этом разговаривать. Так вот, с левой стороны у нас вроде как GTA 5, а с правой стороны у нас Samp. Но, как мы уже все знаем, об этом чуть позже. Так вот, посидели, подумали наши дорогие люди, наши дорогие друзья, для кого-то они, возможно, не друзья из Grand Roleplay, и решили, что, ну, знаете ли, Samp это уже такой пройденный этап, в котором мы вроде как уже все и попробовали. И проект под руководством ютубера открыли, и какие-то прочие вещи поделали. Возможно, в каких-то моментах они там поставили ботов во всем этом. Однако, про все это вы сможете дополнительно узнать в моем обзоре. И нигде больше, наверное, за исключением каких-нибудь других сам каналов. Ну ладно, давайте вот без всего этого. Так вот, уже около, ну, где-то, я точно не знаю, но около двух дней назад открылся этот самый сервер в GTA 5 RP. Сразу хочу сказать, дабы быть с вами максимально честным, что на открытии данного проекта я не был. Ну, вот уж так получилось, извиняйте, пожалуйста, я не хотел, но все-таки пришлось, уж извиняйте, куда деваться. Это, знаете, такое слово паразит, но от него я тоже впоследствии, надеюсь, избавлюсь. Так вот, проект открылся. И давайте сейчас немного поподробнее про то, как происходило все это открытие. Вообще, на открытие пришло там около трех сотен человек, если не меньше, как сообщает одно из желтушных изданий. И этих самых игроков пускали на сервер каждые три секунды. Это делается, исходя из предыдущего опыта, со всеми вот этими, вот знаете, их ошибками, когда на сервер Брулева они пускали сразу же, и по итогу их хостинг серверов, их сервер и все остальное, они легли. И тем самым, наверное, проект потерял какую-то долю прибыли от всего этого, потому что игроки не могли зайти. Вследствие этого они не могли задонатить на проект и уже там себе что-то приобрести, и вот многое другое. А на начальных этапах донат, как вы понимаете, это, ну, решающий фактор, можно сказать. Если на открытии проекта туда не вольют достаточное количество денег для продолжения жизни данного проекта, то, будем честны, он не особо долго проживет. Но давайте сейчас мы поговорим немного не об этом. Ну, как мы уже и раньше говорили, не об этом, так вот сейчас точно поговорим не об этом. И вроде как поначалу, насколько сообщает, опять же, это самое издание, все было хорошо. Онлайн постепенно поднимался, как это обычно, и бывает на открытии какого-либо проекта. Однако, затем начались краши, вылиты и баги. Но, конкретно вот эти вот все вылиты и краши, они появились из-за одного бага, какого на данный момент не сообщается. Его пофиксили, кстати, через 2 часа, и работа сервера стабилизировалась. Онлайн поднялся где-то там до 170 игроков. Ну, я уже сказал, что там было около 300, но на самом деле нескольких сотен, и 170 это как раз-таки несколько сотен, поэтому, в общем-то, как-то так. Но, для Rage MP, вот вы можете сказать, что 170 человек это мало, типа, в Sampo, там, на Arizona Roleplay, кстати, айпишник в описании, 11 тысяч человек, а тут всего 170, и как-то это не особо правильно, наверное. Однако, что я могу сказать? Для Rage MP, для GTA 5, для такого, знаете ли, неизведанного поля, это вполне-вполне нормально. И, вроде как, такой онлайн более-менее стабильный, проект держит уже, ну, второй день. И, в общем-то, вот так все это и получается. Сегодня, кстати, вот то, в каком числе вы это смотрите, 3 марта, скорее всего, уже начались обзвоны на лидерство там, или, допустим, администрацию, но, скорее всего, на лидерство начались все вот эти вот штуки. И вот за эти вот два дня зарегистрировалось практически тысяча аккаунтов, что, опять-таки, неплохо для проекта в GTA 5. И что можно сказать? Ну, по факту, это обычное открытие проекта в каком-нибудь мультиплеере, по типу там, Sampo или того же GTA 5. Отличие только в том, что тут это такой, знаете ли, новатор. То есть, когда появляется какая-то новая ниша, либо это мобильный Sampo, либо там какие-то, знаете, новые версии Sampo, главное успеть занять свое место в этой нише, и только тогда, вполне возможно, ты будешь успешен там до конца своей жизни, и сможешь обеспечивать себя, свою семью, и всех остальных причастных к тебе людей. В общем-то, на этом все. Если вам понравились ролики без воды и сделаны достаточно динамично, можете написать обо всем этом в комментариях, и поделиться данным видеороликом в каких-нибудь соцсетях, дабы его увидело максимальное количество людей, и меня, как вы можете понять, не уволили с Arizona Roleplay IP, а также мой никнейм в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok